Всем привет, дорогие друзья! С вами снова очередной выпуск программы «Кому играть?». И сегодня выпуск хотелось бы начать снова с Ильи Кутепова. Ведь не успели мы в прошлый раз рассказать вам об Илье, как у него родился сын, с чем мы его, собственно, очень сильно и поздравляем. И желаем ему дальнейших и хороших успехов. Также вначале хотелось бы зацепить такую новость, которую я услышал только недавно. Каюсь, надо было услышать об этом раньше, но что же делать. Вот, Караваев перешел из ЦСКА в пражскую «Спарту». Меня это немножко удивило. Леонид Слуцкий говорит, что ему не хватает игроков. Говорит, что некому играть. И отдает одного из самых своих талантливых воспитанников в «Спарту». Причем как бы даже не в аренду, а в полноценный трансфер. Вот это, по-моему, и показатель того, как у нас хотят и работают с молодыми игроками. Вот, ну а сегодня мы доберемся, наконец-таки, не до московских клубов. И я думаю, получится очень и очень интересно. Так что усаживайтесь поудобнее, включайте хорошее настроение. И давайте посмотрим, кому играть. Герой наш сегодня Коробов Дмитрий Александрович. 1994 года рождения. Мы уже, в принципе, привыкли к тому, что большинство талантливых молодых ребят у нас воспитываются в московских клубах, в «Зените». И где-то, ну так, поближе к большому футболу, собственно говоря, данный персонаж у нас, опять-таки, воспитанник Академии имени Ханаплева. Но у него уже достаточно неплохой бэкграунд, у него достаточно хорошая история. Он сначала выпустился из Академии, потом попал в состав Сибири 2 молодежных. После этого немножко поиграл за воронежский пакел и, наконец-то, добрался до Урала. И что хорошо во всей этой длинной цепочке в том, что он постепенно, пусть не очень быстро, но все-таки верными шагами идет вверх, вверх и вверх. И он даже прошел вот эту хорошую школу, о которой так очень сильно любят говорить все наши эксперты и так далее, что надо молодым игрокам сначала поиграть в футбольные национальные лиги, поднабраться опыта, замастереть. Вот, пожалуйста, человек прошел практически все стадии вот этого развития, которого так хотелось многим из нас. И сейчас он уже постепенно подводится и подводится к стартовому составу Урала. В нынешнем сезоне он появлялся на поле во всех пяти матчах, пока еще не провел ни одной полной игры, но это, в принципе, уже достижение. Давайте поговорим о плюсах и минусах. И тут, вы знаете, очень интересно, я сейчас хочу прям вам зачитать. Это очень интересная история. Я не знаю, кто это писал, возможно, он делал это сам. Возможно, это делал его агент, если, может быть, у него есть пиарщик, но в любом случае история неплохая. Так вот, слушайте, что я нашел о его плюсах на Википедии. Итак, Дмитрий Коробов. Быстрый, хорошо видит поле и понимает игру. Обладает хорошей техникой, дриблингом, коротким и средним пасом, приемом мяча, а также скрытым пасом. Ну и чем вам не мессия? Слушайте, ну человек, если только головой не играет. Я, если честно, был очень сильно удивлен. Это первый раз, когда я находил положительные характеристики об игроке в Википедии и вообще где-то. Я был немного поражен. Если серьезно, то давайте будем честными. Да, у него неплохая стартовая скорость. Да, он достаточно неплохо обращается с мячом. И это как бы хорошо, и это так и должно быть. Да, он может что-то придумать. Он не очень глуп. Он иногда лезет в обводку. Это хорошо, потому что у нас мало игроков лезет в обводку. Это всегда как-то очень круто и неожиданно. Но давайте посмотрим на его слабые стороны. Во-первых, как я уже сказал, он появлялся во всех пяти матчах нынешнего чемпионата. Но ни в одном из этих матчей он не провел на поле больше пятидесяти минут. То есть в среднем он работает на поле от сорока восьми до пятидесяти минут. Это говорит о том, что на полный матч его энергии пока еще не хватает. Также он работает всего лишь одной ногой. Одна нога у него конкретно сильная, игровая. А у со второй пока все немножко плоховатенько. И вот это тоже достаточно большая проблема. Ведь в нынешнем футболе хороший игрок должен уметь пользоваться обеими ногами. Да, понятно, тяжело. Да, понятно, удар с обеих ног поставить такой же, вот совершенно одинаковый, очень и очень сложно, практически невозможно. Но все-таки над этим минусом надо работать, если ты хочешь вырасти в действительно хорошего, крепкого и грамотного игрока. И вот эти минусы надо добирать. Другой вопрос, что он в принципе играет в Урале. И в Урале очень неплохая тренерская команда подобралась, на мой вкус, в последние лет пять. Там достаточно грамотный президент. И возможно, что вот эти всякие минусы, они нивелируют за оставшееся время. Потому что я думаю, что если он будет продолжать играть так же ярко, как он играет сейчас, а выходит он действительно очень-очень неплохо на замену, то я думаю, что уже в скором будущем в Урале его не окажется. И там уже будет клуб во много-во много разы серьезнее. Ну что ж, перейдем к конкуренции за право выступать в стартовом составе Урала. Тут, собственно, у него три человека, да, таких основных, собственно, конкурентов. Это Саша Павленко, который всплыл в Урале, наконец-таки он перестал играть в ФНЛ и выпал куда-то в премьер-лигу. Это Жуков и это, бля, я забыл третью фамилию. Ну ладно, двоих хватит, в принципе. То есть, ну, да, с Павленко на самом деле немного сложновато конкурировать, потому что у него больше опыта, мастерства, не знаю, больше или меньше. Все-таки Саша один из самых нераскрывшихся игроков на моей памяти, у которых был достаточно большой талант. В любом случае, при такой кампании ему есть куда стремиться, есть чем самому себя мотивировать. Можно ли выиграть эту конкуренцию? Можно и нужно. Потому что, как я уже сказал, мне кажется, у Корова достаточно большой бэкграунд и достаточно... Ну, это действительно талантливый парень, у него есть этот талант, но его еще надо раскрыть. То есть, это такая темная лошадка. Это из серии... Мы не можем сейчас сказать на 100% получится ли у него. Это либо получится и все будет хорошо, но получится нереально крутого, талантливого игрока, либо через год-два он пропадет с наших радаров. Поэтому у него сейчас достаточно такой определяющий момент. И вот ему надо прям рвать и доказывать. И, как я уже сказал, для того, чтобы конкурировать прям раз на раз и действительно претендовать на место в стартном составе, надо улучшать свою физику. Теперь давайте поговорим о том, какие перспективы могут быть у него в дальнейшем. Урал и Уфа. Вы знаете, мне кажется, это два очень крутых клуба. Я не случайно сейчас начал говорить про них. Потому что и Урал, и Уфа занимаются в нашей премьер-лиге сейчас тем, чем не занимается никто. Они занимаются постоянной, грамотной подготовкой молодых футболистов и дальнейшим их выпуском в более серьезные клубы. Вот, пожалуйста, Уфа продала Зинченко в Манчестер-Сити. Также Уфа сейчас наигрывает Живоглядово, взяла себе Кротова. Про Урал тоже мы можем сказать. Вон Ерохин заиграл в Ростове. Под Березким ушел на повышение в Краснодар. Сейчас там очень и очень неплохо заявляет о себе Емельянов. И, скорее всего, после этого сезона он тоже перейдет куда-то в другой клуб. Так что у Коробова есть все возможности, чтобы действительно в этом клубе показать свой прогресс, получить максимальное игровое время и дальше перейти уже в более сильный клуб. Стоит ли ему искать этот клуб в пределах России? Ну, я думаю, если ты играешь за Урал, у тебя, к сожалению, выбор не такой большой. Да, возможно, он может рискнуть и перейти в какой-нибудь чемпионат Эстонии, Норвегии, может быть, Дании. Ну, может быть, что-то посильнее. Но вряд ли из Урала моментально, сразу, без имени, можно уехать в какую-нибудь крутую европейскую лигу. Но если только у тебя не очень и очень грамотный агент. А кто его агент, ну, лично я пока не знаю. Посмотрим. Я знаю, что парень, он очень амбициозный, он действительно стремится показывать максимум, добиваться результатов. Но, пожалуйста, вот он играет на позиции правого полузащитника. Давайте подумаем, кто был лучшим правом защитника в прошлом сезоне. Ну, номинацию, я думаю, помнят все. Там в номинации на лучшего правого защитника в прошлом сезоне был Ионов, был Калачев, был Тошич и был Саметов. Как по мне, так лучший был в прошлом сезоне именно Саша Саметов. Так что, вот тебе ориентир, пожалуйста, равняйся, набирайся опыта, смотри, как играет человек. Может быть, у него есть какие-то ориентиры в Европе. В любом случае, главное сейчас не останавливаться в своем развитии. Я не знаю, какой у него там контракт в Урале. И будет очень обидно, если случится такая история, когда его переманит, например, тот же условный «Зенит», если он сверкнет в этом сезоне, и он в том же условном «Зените» пропадет, как Соловьев или Могилевец, которого вообще там в «Зените» сейчас зачмырили, и человек, который во всех клубах, кроме «Зенита», и в «Рубине» играл в стартовом составе, и в «Ростове» играл в стартовом составе, а его вычеркнули из заявки «Зенита» и отправили играть за «Зенит-2». Лично мне кажется, это просто издевательство над парнем. Так что в любом случае, вот этот сезон для Дмитрия Коробова будет определяющим. И посмотрим, что с ним станет после этого сезона. Лично мне за этим посмотреть будет очень и очень интересно. Ну что ж, господа, на этом у нас на сегодня все. Сегодня мы попытались вместе с вами порассуждать, что же может получиться из игрока Дмитрия Коробова. И мы всячески будем за него болеть, и желать ему большого и большого прогресса, чтобы получить еще одного хорошего, конкурентоспособного игрока для нашей сборной. Пишите вы в комментариях, что вы думаете о боевой игре. Я понимаю, что многие из вас, конечно, знают игроков из молодежки. Там, «Спартака», «Динамо», «ЦСК» и так далее. И вряд ли кто-то приглядывается к игрокам, которые только появляются на нашем футбольном небосводе, в провинциальных клубах. Но все-таки мы попытаемся вставить сюда нарезочку и так далее. Посмотрите, скажите, что вы думаете об этом игроке, может быть, о каких-то других игроках. И давайте вместе с вами обсудим и подумаем, что же с ним может стать дальше. Ну а также хорошего всем настроения. Главное, помните, у нас есть кому играть. Чао!